Василий Иванович Суриков Сегодня предмет нашего разговора. Попробуем мыслить триадами. Как говорил Достоевский устами своего героя, русская литература, скажет, состоялась в ком. В Ломоносове, в Пушкине и в Боголе. Так вот, если проводить аналогию, то можно сказать, что исконно русское искусство представлено тремя столпами, тремя живописцами. Это Василий Суриков, это Репин, это Васнецов. И, соответственно, это задает логику нашего с вами общения. Как говорит Дягилев, как никогда прежде в творчестве этих художников выразилось и проявилось наше русское национальное самосознание. И, как говорит Дягилев, подвиг и заслуга этих художников одновременно и просты, и грандиозны. То есть это те художники, которые не побоялись быть собой, и по дражанию Западу они противопоставили свою девственную национальность. Как говорит Дягилев, они, цитирую, примитивы возрождения нашего искусства в национально-русском духе. Василий Иванович Суриков. Суриков, конечно, это не философ, то есть это не рефлексирующий наблюдатель. Он не тот, кто, подобно русским философам, пытается золотать народное сознание. Суриков — это плоть от плоти сам этот народ. Суриков — это крепкий сибиряк, и его натура находит живое и полное воплощение в его живописи, столь же мощной, столь же внутренной, исходящей из самых глубин нашей души. Мы, когда сталкиваемся с подобными феноменами, ну, например, я имею в виду с феноменом вот этого удивительного совпадения выражающего и выражаемого. Ну, например, когда мы говорим о Руслановой или когда мы говорим о Шаляпине, мы же не говорим, что они поют о русской душе. Они и есть сама эта русская душа, их голос — это и есть то самое, о чём они поют. Здесь нет этого разрыва. Так и живопись Сурикова даёт голос русским чаяниям, русскому образу мысли, русским переживаниям и чувствам. Вообще сам Суриков идёт в своей живописи, в своём творчестве от живого чувства. Ну, например, побывал, наконец приехал он в Москву, увидел соборы, древние площади, впитал в себя этот дух и решил написать, что утро стрелецкой казни. Или, например, заскучал в дождливый день в тесной избе с низким потолком, и так родилась его картина Меншиков в Берёзове. Ну и однажды он, конечно, увидел ворону на снегу и написал, что бояриню Морозову. Вот эти импульсы, они непосредственные. Как говорит Суриков, я люблю красоту во всём. Во всём красоту. То есть это художник, который любит и примечает красоту в лицах, в событиях, в природе, в самых простых оглоблях. Как он пишет, когда я телегу видел. Я каждому колесу готов был в ноги поклониться, в дровнях-то какая красота, в копылках, в вязах, в саноотводах, а в изгибах полозьев, как они колышутся и блестят, как кованые. Я бывалым мальчиком ещё, переверну санки и рассматриваю. Как это полозья блестят, какие извивы у них, ведь русские дровни, нужно воспеть. Вот Суриков воспевает то, что требует воспевания и то, что требует народная душа. Как говорит наш современник, писатель, сценарист и режиссёр Анатолий Амельчук, кстати говоря, он снял фильм про Сурикова. И я рекомендую посмотреть этот фильм, потому что есть разное кино, такое познавательное, информативное. А в данном случае режиссёру и автору удалось передать дух. Он, собственно, не претендовал на то, чтобы передать нам каких-то массосведений. Мы их можем почерпнуть в литературе и в электронных источниках. А он передал дух, он показал дом, где он жил, столкнул вот эту действительность с Петербургом, в которой оказался художник. Одним словом, атмосфера очень живо передаётся. Так вот, как говорит Анатолий Амельчук, Суриков – это сибирское мировоззрение России. Суриков – сибиряк. Поговорим о Сурикове – сибиряке. Как о нём вспоминает Максимилиан Волошин. А Максимилиан Волошин сделал для нас, на самом деле, очень важную вещь. Он готовил биографию Сурикова и его интервьюировал. И совершенно замечательным образом это сделал, потому что Суриков очень многими впечатлениями, воспоминаниями, соображениями поделился. А во-вторых, Волошин молодец, он попытался сохранить вот этот вот сам слог Суриковский. И читая вот Волошиновские вот эти материалы, мы как-то приближаемся к художнику. Как вспоминает Волошин, Суриков был среднего роста, крепкий, сильный, широкоплечий, моложавый, несмотря на то, что ему уже было под 70, ну это вот уже начало XX века. Он родился в 1848 году. Густые волосы с русой просенью, подстриженные в скобку, лежали плотную шапкой и не казались седыми. Жёсткие и короткие они слабо велись в бороде и усах. В наружности простой, народной, но не крестьянской, чувствовалась закалка крепкая, крутая. Скован он был по-северному, по-казацки. Суриков из рода казаков, тех самых казаков, которые шли с Ермаком покорять Сибирь. И Суриков не раз с гордостью скажет, цитата, «В семье у нас все казаки». А брату он пишет, например, так. «Читал я историю о донских казаках. Мы, сибирские казаки, происходим от них, потом уральские и гребенские. Читаю, а душа так и радуется, что мы с тобою, — говорит он брату, — роду хорошего». Вот родом хорошим, вот этим казацким, он очень гордится. И казаки-предки Сурикова участвовали в красноярском бунте на рубеже XVII-XVIII веков против воевод-взяточников. И это тоже было дополнительным и отдельным предметом гордости Сурикова. И вдохновило его в том числе на написание картины «Красноярский бунт». Но это полотно так и осталось в виде эскиза. Сибиряки, скажем мы, верно, особый тип людей. По крайней мере, к такому мнению приходишь, и впечатление такое рождается, когда ближе знакомишься с Суриковым, с воспоминаниями его детства, юности, с рассказами о тех, кто его окружал, о том, какие были события и как они воспринимались тем сибирским народом. Как говорит сам Суриков, в Сибири народ другой, чем в России. Какой? Вольный, смелый. И край-то у нас какой? Сибирь западная, плоская, а за Енисеем у нас уже гор начинаются. К югу тайга, а к северу холмы глинистые, розово-красные. И Красноярск, отсюда имя. Про нас говорят «Краснояры сердцем яры». Вот конец цитаты про Сурикова можно так и сказать. Вот он и есть подлинный красноярый, то есть он красноярый, ярый сердцем, страстный, страстный до жизни, страстный до вот этих интенсивных переживаний, здоровый в своей влюбленности вот в эту жизнь. И когда мы читаем письма Сурикова или когда мы читаем вот эти записи Волошина, в которых он попытался передать речь Сурикова, то в самом слоге, в самих вот этих речевых, каких-то простых весомых оборотах, знаете, вот когда ведь читаешь Библию, это не то, что вам сегодняшние новости почитать. Там ведь каждое слово что-то весит, оно как камень падает, и одного этого слова достаточно, еле его выдержишь. Вот так же просто и основательно говорит и предъявляет себя Суриков, и в нем раскрывается вот эта вот натура удивительно основательная, широкая, вольная, какая-то устойчивая, здоровая. Вот то, что мы привыкли называть русской душой, вот этим вот размахом, во всей натуре Сурикова воплотились вот эти наши представления о русском духе и русской душе. Что, например, Суриков рассказывает о своем детстве? Я не знаю, что мы сегодня рассказываем о своем детстве, но детство у Сурикова было таким. Я, говорит, однажды семилетним мальчиком катался на лошади, прыгал через забор. Ну, конечно, лошадь его перевернула. Конечно, он сделал такой переворот в воздухе и стал, говорит, перед ней на ноги. Я не знаю, может ли сегодня семилетний мальчик вообще забраться на лошадь, но вот семилетний мальчик Вася Суриков, пожалуйста, делал вот такие вполне себе не цирковые, а обычные, видимо, для той действительности номера. Или, как он говорит, мальчишками мы прыгали в водопад, или, говорит, однажды за мной обогнался бык. Или, конечно, он вспоминает кулачные бои, а еще, цитирую, мальчикам постарше, я, говорит, 16 стаканов водки подряд выпил, цитата, и ничего весело только стало. Ну вот 16 стаканов, посчитайте, сколько это. Конечно, детские впечатления от казни. Казни тогда, в ту эпоху, в Сибири, были такими буднями, и все народ стекался, лицезрел, и в том числе дети, и, может быть, дети больше всего и любили эти казни. Вот как об этом вспоминает Суриков. Суриков мощные были люди, сильный духом размах был во всем широкий, а нравы были жестокие. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. И шафот недалеко от училища был. Там на кобыле наказывали плетьми. Бывало, идем мы, дети из училища, и кричат, везут, везут, мы все на площадь бежим за колесницей. Палачей дети любили. Мы на палачей, как на героев смотрели, по именам их знали, какой Мишка, какой Сашка. Рубахи у них красные, порты широкие. Вот теперь скажут воспитание. А ведь это укрепляло и принималось только то, что хорошо. Меня всегда красота в этом поражала. Сила, черный и шафот, красная рубаха, красота. И преступники так относились. Сделать, значит, расплачиваться надо. И сила, какая бывала у людей. Сто плетей выдерживали, не крикнув. И ужаса никакого не было. Скорее восторг. Нервы все выдерживали. Конец цитаты. Как говорит Суриков, те, кто пытался там кричать, над ними просто смеялись. А Суриков, видите, его поражает красота. Вверх, вниз, преступление, наказание. Черное, красное. Вот эта контрастность, интенсивность жизни, ее кипение. Вот в этой восприимчивости к интенсивным проявлениям жизни видится такая своеобразная эстетика здоровья. И если брать параллели, то Сурикова можно сравнить с Константином Леонтьевым, с философом, который знал толк в созерцаниях военных действий. Это страшно, но это торжественно. И здесь свершается, вот здесь концентрируется та самая жизнь, которая неразрывно, конечно, связана со смертью. Суриков делится вот такими воспоминаниями об убийствах. Убийства были не то чтобы обычным делом, но, по крайней мере, он рассказывает о том, как одного его приятеля убили. И положили на снег, бросили на снег. А Суриков говорит, я его увидел, такой молодой, и тело-то атлетическое, и рана в голове. И тут же задумал он писать о царевиче Дмитрия. Потом рассказывает про другого приятеля, того тоже убили бутылкой по голове и под лед пустили. А я, говорит Суриков о себе, ходил потом на него в анатомический театр любоваться. Вообще, о прошлом Суриков заключает так. Веселая жизнь была, широкая жизнь была. Веселая и широкая. Если читать переписку Сурикова, то, пожалуй, вот этот оборот, что бы ни происходило, у всех у нас всегда происходят самые страшные вещи. Но Суриков имеет такой очень неунывающий нрав. И он всегда пишет весело, живем весело, живу весело. И вообще, в письмах Суриков открывается, как удивительно, такой нежный брат и нежный сын. Он постоянно пишет матери, кстати говоря, очень незамысловатые письма. Его волнуют там, есть ли у него теплые сапожки, теплая шубка. Он ей высылает регулярно какие-то средства из города, уже будучи в Петербурге. И пишет какие-то небольшие сообщения о том, как он там живет в этом городе, вдали от нее. Безвременную смерть молодой жены своей Суриков принимает с христианским смирением. Ну, конечно, как вы понимаете, на ком мог жениться Суриков? Конечно, на француженке. Конечно, на тонкой, хрупкой француженке. Она была француженка по отцу, которую он возил в Сибирь. Там она, конечно, мерзла, болела и рано умерла. Но он встречает для себя эту трагическую, конечно, кончину с таким христианским смирением. И пишет полотно «Исцеление слепорожденного». А потом, спустя некоторое время, он уехал в Сибирь. И, как он выражается, встряхнулся и от драм к большой жизнерадостности перешел. То есть, что сделал? Как художник, вы видите, написал взятие снежного городка, удивительно радостную русскую картину. По смерти царя Александра III рыдал. А когда ушла из жизни мать Сурикова, он писал, цитата, «По всей земле исходи, а мамочки не встретишь». Вот такая удивительная трогательность, мощность духа, нежность и трепетность души. Суриков рисовал, конечно, с детства. Сначала сам, а потом в уездном Красноярском училище. Там был учитель у него Гребнев, который учил его каким-то самым необходимым вещам. Возил его на пленэр, учил срисовывать с гравюр, рассказывал ему о художниках, о Айвазовском, о Брюлове. Но, конечно, одно дело быть художником, другое дело иметь вот эти навыки, быть мастером. И если навыки мы приобретаем и укрепляемся в них, то художником либо ты родился, либо ты родился кем-то иным. Суриков художник от рождения, но мастерство нужно было нагонять, догонять. И много на этом пути было неудач. Но Суриков, у него очень какое-то прозрачное, ясное сознание и понимание себя. И вот это знание и понимание себя сделает его абсолютно непоколебимым, какие бы перипетии не встречались на его жизненном пути. Начиная от самых мелких неудач. Ведь иногда мы и в детстве что-то бросаем, и потом вспоминаем, и говорим, вот у меня была такая неудача в детстве, она предопределяет нашу жизнь. Так вот, подобные истории, конечно, не про Сурикова. Он их очень хорошо знает и понимает свое призвание. И о своих каких-то неудачах рассказывает и с юмором, и ничего от нас не утаивая. Ну, например, вот он, будучи ребенком, пытался нарисовать лошадь, и у него не получались ноги. А тут подошел какой-то простой мужик Семен, который работал у них дома, и научил его. Ну, уже великому, выдающемуся художнику Сурикова, ну, не стыдно признаться, как простой мужик Семен учил его ноги у лошадей рисовать. Или, например, он рассказывает историю, как довелось ему написать икону, тоже будучи мальчиком. А живя в Сибири, он говорит, у нас было полно проходимцев. А кто такие проходимцы? Те, которые приходят и уходят. То бишь, они из ниокуда в никуда и какие-то вот тут дела свои сделали. Ну, скорее всего, какие-то незаконные полу- или прямо преступные. Так вот, приехал к ним такой один. А Суриков рисует. Тот увидел, говорит, слушай, можешь икону нарисовать? Ну, Суриков потом, конечно, понял, что это вот из тех, кто берут заказы, сами ничего не умеют, но он согласился, говорит, достали краски, какие-то четыре краски от силы насчитали, и Суриков написал вот эту огромную икону. Ее пошли в церковь освящать, тут народ собрался. Суриков вспоминает, у него сердце бьется, народ прыгает, ныряет под эту икону, как под чудотворную. Он, значит, так как-то немножко загордился. А потом пришел священник местный и говорит, так, это кто, значит, написал Сурикову? Говорит, я не удержался. Он говорит, что впредь вообще за иконное дело не принимался, просто чтобы не подходил и близко. Но, конечно же, все движение Сурикова логично направлено куда? В сторону Петербурга. Хочется поступить, попасть вообще в принципе в Петербург и поступить в Академию художеств. Конечно, его изначально туда не взяли. Как он об этом рассказывает? Был у него покровитель енисейский губернатор, и он написал ходатайство на Сурикова и приложил рисунки и отправил в Академию. И вот Суриков рассказывает, какой пришел ответ. Ответ пришел. Если хочет ехать на свой счет, пусть едет. А мы его на казенный счет не берем. А потом, продолжает Суриков, когда я в Петербург уже приехал, меня спрашивает инспектор Шренцер. А где же ваши рисунки? Нашел папку, перелистал. Это говорит? Да за такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить. Ну, это вот к вопросу о том, что есть мир, а есть вот это призвание, которое выше всяких даже таких неурядиц. В Петербург Суриков, конечно же, не мог не попасть. Как он говорит, очень я по искусству тосковал, тосковал, плакал и готов был буквально туда идти пешком. Но помог случай, золотопромышленник Кузнецов поверил в его талант, отправил на свой счет даже в Петербург и выплачивал ему какие-то такие средства, которые позволяли и обучаться, и жить. Дал ему регулярные стипендии. Ну, хорошо сказать, случай помог. Хорошо сказать, золотопромышленник нашелся. Но вы представьте себе Красноярск и представьте себе Петербург. Вот как вот эти тысячи верст он преодолевал. А преодолевал, значит, этот золотопромышленник отправил рыбу, обозы с рыбой в направлении Петербурга. И на этих обозах, буквально сидя на огромном ледяном осетре, Суриков, значит, отправился в Петербург. Так, тысячи верст он преодолевал в таком, значит, сначала он в своем зипунке в каком-то там тулупе, потом он доху приобрел, потом он ее продал и добрался таким образом до Нижнего Новгорода, а там уже пересел на железную дорогу. Что там было в пути, мы можем только догадываться. Как говорит Суриков, не знаю, рассказывать вам, не рассказывать все, что там происходило. Ну, говорит, был там один такой случай. Лед, холод, лошади эти усталые, эти обозы тяжелые, этой ледяной, вот этой костяной буквально рыбы. И, конечно же, там случилась вот такая авария, лошади понесли на льду, все это рассыпалось, вся эта рыба разлетелась. Люди полетели тоже в разные стороны, и Суриков говорит, я головой влетел в одну избу, а там старушка на молитве стоит, подумала, приняла меня за черт, начала креститься еще больше. Говорит, хорошо, что тогда еще бывали вот эти избушки, селения, где вместо окна делали избытчего пузыря. А то так бы, собственно, это был бы первый и последний полет. Ну, таки стал Суриков воспитанником Академии, правда, не сразу. Не выдержал он первые испытания, экзамены он провалил. Я цитирую. Академик Бруни не велел меня в Академию принимать. Помню, вышел я, хороший весенний день был, на душе было радостно. Рисунок я свой разорвал и по Неве пустил. Ну, тем не менее, за три месяца ему удается в обществе поощрению художников пройти трехгодичный курс рисования. И, наконец, он поступает в Академию. Как говорит сам о себе Суриков, необычайную силу духа я из Сибири привез. Мастерство в нем догонит, конечно же, художника. Конечно, он получит все свои звания, серебряную медаль, малую золотую медаль. И станет признанным живописцем, полотна которого покупает и император, и, конечно, Павел Третьяков. Секрет Сурикова прост. Цитата. Я ведь со страшной жадностью к знаниям приехал. Вот центральное полотно кисти Сурикова, бояриня Морозова. Говоря о любом творчестве, мы говорим о том, что в любом произведении художества, в том числе мы говорим ведь о том, что оно не может возникнуть само по себе. Оно всегда хранит в себе вот эту нудящую потребность себя осуществить. То есть что-то возникает не просто потому, что, хотя есть какие-то внешние причины, как вороны на снегу, но есть что-то гораздо большее. И всякое произведение искусства содержит в себе вот эту внутреннюю причину, вызвавшую ее к возникновению. Говоря о полотне бояриня Морозова, мы здесь вообще должны говорить о нескольких полотнах. Они связаны, и я бы их даже назвала триптихом русского сознания. Это, во-первых, Суриков, а также, и если вы по времени посмотрите, это прежде напишется картина Василия Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере». И, наконец, полотно Сергея Милорадовича, ученика Василия Перова «Черный собор. Восстание словецкого монастыря против новопечатных книг». Все эти три полотна объединены или они обращены к этой теме церковного раскола. И Павел Третьяков, когда приобрел эти три полотна, они исконно висели в одном помещении. Почему я говорю об этом триптихе? Потому что мы с вами говорили о том, что есть тот, кто собирает вот эти смыслы, вот эту внутреннюю суть русской культуры, а есть те, кто ее как-то рассеивает или игнорирует вообще саму постановку такого вопроса. Вот Третьяков он собирал. Сегодня, конечно, эти полотна висят по отдельности после переразвески. Перов, то есть если сравнивать полотно Перова и Сурикова, то они обращены немножко к разным историческим моментам. Суриков обращен к более раннему сюжету, относящемуся ко времени правления Алексея Михайловича. И тогда еще Протопов Аввакум жив, и тогда еще Никита Пустосвят тоже здравствует, еще голову ему не отрубили. А Перов берет более поздний, чуть-чуть более поздний такой момент исторический, когда во времена Смуты, так называемой Хованщины, происходит спор о вере в Грановитой палате. И вы видите вот царевну Софью, а перед ней вот этот Никита Пустосвят. Вообще старообрядцы после этого спора полагали, что они одержали вот такую духовную победу, но они могли думать все что угодно, а Никите Пустосвяту голову отрубили. Вообще Никита Ондобрынин, это так его прозвали Пустосвятым. Но вряд ли стоит рассматривать эти полотна как вот такой вот исторический пазл. Вообще Сурикова считают живописцем, русским историческим живописцем. Вот этот статус русского исторического живописца за ним как-то закреплен. Но здесь нужно, наверное, подробнее сказать о том, что же мы понимаем под историей, в каком смысле мы говорим об истории. И мы можем согласиться, что Суриков, конечно, русский исторический живописец, но историю можно понимать по-разному. То, что Суриков исторический живописец, согласны все как сторонники творчества художника, так и его критики. Ну, например, Стасов восхищался бояриней Морозовой этим полотном. И увидев это полотно на передвижнической выставке в 1887 году, он скажет так. Так, Суриков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты из русской истории. Выше и дальше этой картины и наше искусство, то, которое берет задачи изображения старой русской истории, не ходило еще. Сила правды, силы историчности, которыми дышит новая картина Сурикова, поразительны. Для Стасова Суриков живописец вот такой былой Руси того самого XVII века. А какая-то Русь, цитирую, бедная, старая, скорбящая, угнетенная. Ну и, соответственно, бояриня Морозова расценивается как такая несчастная женщина с поблекшей красотой, но с таким норовым, с таким нравом и несокрушимым характером. И, по мнению Стасова, Суриков переносит нас в реалии той исторической эпохи. Он адресует нас к заботам XVII века, но понятно, что, если мы говорим сейчас о XIX веке, уже прошло два века, и нас это, по мысли Стасова, не может занимать. Надо сказать, что Стасов всегда находит не только то, за что можно похвалить, но и за что после такой похвалы он имеет право и поругать. Ему кажется, что картина бояриня Морозова слишком женственная. Женственная не в смысле женского образа, а в смысле сути. И даже в женственности он обвиняет Сурикова, имея в виду его полотно «Утро стрелецкой казни», хотя там главный герой больше, конечно, мужчина. Но дело не в поле, а дело в сути, то есть там слишком много кротости. Вот эта кротость, угнетенность как раз-таки и беспокоит Стасова. Ну вот, например, другой комментатор, известный нам Лев Николаевич Толстой, Сурикова, наоборот, будет ругать за ту же самую историчность, понимая под историчностью прошлое. То есть, как говорит Толстой, у любого художника есть один такой секрет, вернее формула есть, который должен соответствовать любой художник. Первое, что? Знать твёрдо, что должно быть. И второе, так верить в то, что должно быть, чтобы изображать то, что должно быть, так, как будто оно есть, как будто я живу среди него. Так вот, по мнению Толстого, Суриков просто-таки не знает, как должно быть, и, соответственно, он не может поверить в это с достаточной силой, раз он этого не знает, и по необходимости обращаются к былому. Иными словами, вот в этой и в том, и в другом случае история трактуется в таком локальном смысле, как некое прошлое, как некое пройденное, как то, что не соприкасается с нами сегодняшними. Вот хотелось бы как раз-таки переосмыслить здесь понятие исторической живописи и сказать о том, что напротив Суриков обращается к тому, что можно назвать непережитым. Вот перефразирую Александра Грина, можно сказать, что непережитые преследуют нас. То есть есть в нашей истории такие события, такие моменты, которые для нас драматичны. Почему? Потому что из них не извлечен опыт, и они, как слепые пятна сознания, как непережитые, вечно нас преследуют. Ведь мы постоянно сегодня, ну вот в свое время, там в 2017 году мы праздновали, отмечали столетие революции. Мы постоянно возвращаемся в 1917 год, потому что до сих пор не можем изжить, пережить то, что там произошло. Он до сих пор, этот 17 год, тенью как бы следует за нами. То же самое 1991 год. Так вот, раскол – это не просто такая вот церковная история. Это и есть то самое слепое пятно нашего сознания, которое, покуда оно остается слепым, оно мешает нам жить сегодня. То есть это такое прошлое, которое не дает нам жить полноценно в настоящем. И пока мы не извлечем этот опыт, иными словами, художник нас и обращает к вот этой важной теме, которая актуальна не для XVII века, а и для XIX, и, говоря уже сегодня, скажем, и для XXI века. Житие боярине Морозовой. Разумеется, справа вы видите царя Алексея Михайловича, это не имеет никакого отношения к Сурикову. Я имею в виду, чтобы вы почувствовали эпоху, вы видите фрагмент, взятый из картины боярни Морозова. И просто в качестве картинки, позволяющей проникнуться временем, портрет Алексея Михайловича. Житие боярни Морозовой, оно поистине героическое и выдающееся. Кто такая боярня Морозова? Ну, она боярня, а она жена Глеба Морозова. А брат старший, Глеб Морозов, Борис Морозов, он самого царя вот этого нянчил, воспитывал и чуть ли не был его, ну, как мы говорим, реальным правителем. Да, то есть вот пока вот он мальчик, неизвестно, кто правит на самом деле. Так вот, она представительница знати, она богатая, она влиятельная. Но при этом, что мы о ней знаем? Что она христолюбится, что она странноприимница, странников принимает. Она остается вдовой и свое тело мучает власеницей, пока, наконец-таки, не принимает постриг с именем Феодора. Наступают вот эти переломные моменты нашей истории, когда происходит то, что мы называем расколом церкви. И боярни Морозова не соглашаются и не принимают все эти реформы по внесению исправления в богослужение и, соответственно, в книги богослужебные, согласно, в соответствии с греческими образцами. Сначала этот конфликт носит такой скрытый характер, а потом он становится открытым, покуда она не может быть лицемерной и двуличной. А что происходит? Алексей Михайлович решил жениться на Наталье Нарышкиной, а ей, боярне Морозовой, по статусу нужно и необходимо присутствовать на этой свадьбе. А что значит присутствовать на свадьбе? А это значит, как говорится в ее житии, там бы ей на этой церемонии пришлось царя благоверным нарицати и руку ему целовати, и от благословения архиереев их невозможно избыти. То есть она бы пошла против веры. И чтобы избежать вот этого преступления, согласно ее мировоззрению, она сослалась на больные ноги. Но, конечно, Алексей Михайлович все понял и решил, что она, как сообщает Житие, загордилась. С этого момента начинается преследование боярни Морозовой. Сначала они носят такой характер шантажа. Ее пугают незавидные участи ее сына. На что она отвечает неумолимо. Цитата. «Понежи Христу, аз живу, а не сыну». То бишь, она ведь, ну, конечно, сын, но ведь для Христа живу, а не для сына, отвечает она. После допроса представители церкви называют ее бесовой тщерью, она их, в свою очередь, называет еретиками. Как повествует ее Житие? На вопрос архиереев. «По тем служебникам, по коим государь, царь причащается, и благоверная царица, и царевича, и царевны, ты причастишься лися?» А она отвечает «мужеским сердцем рече не причащуся». И далее. «Поне же он враг божий Никон» – это вот слова боярни Морозовой – «своими ересьми аки блевотиную наблевал, а вы ныне то сквернение его полизаете, и посему яви якоподобие есть и ему». Конечно, после таких слов ее арестовали, пытали на дыбе и заморили в земляной тюрьме. Я говорю об этом коротко, Житие об этом живописуют очень трагично. Вместе с боярней Морозовой ее участь также разделила верная ее сподвижница и сестра Евдокия Урусова. Протопоп Авакум обеих их называл «Солнце и луна русской земли». Сюжетно – это она у Урусова ее сопровождает, фрагмент, опять же, из картины боярни Морозова. Это тоже фрагменты из картины боярни Морозова, и икона в том числе, она там наверху. Изображена сюжетно, мы можем найти соответствие между фрагментом ее жития и полотном, тем моментом, который запечатлел Суриков. Речь идет о том, как географ рассказывает, как боярня Морозова, арестованная, проезжая мимо чудового монастыря Кремля, она в расчете на то, что царь на переходах, возможно, стоит и видит ее, и она адресует вот этот жест, она слагает вот это двуперстие. Об этом житие говорит так. «И везена бысть мимо чудов под царские переходы, рук уже простерши десную правую свою, великая Феодора и ясно изобразившую сложение перст, высоца вознося, крестом вся часто ограждаши. Ну, крестилась. Чепию же такожда часто зве цаше». Завенела она вот этой цепью, вы видите, у нее она скована цепью. «Мняши бо святая, яко на переходах царь смотряет победы ея, сего Христовую и радовайтесь сего ради являши себе, неточию стыдитесь ругания ради их». То есть она не только не стыдилась вот этого своего неприглядного положения, но и зело очень услаждайтесь любовью Христовую и радовайтесь о юзах. То есть она не только не стыдилась своего положения, но даже и радовалась своим вот этим вот узам и своим вот этим кандалам. Как вы видите, агеограф уточняет, что боярню Морозову волновал не только царь, но в первую очередь она предстояла Богу, Христовой правде. А мы, глядя на этот жест, понимаем, что этот жест обращен не только царю, не только Богу, но и нам с вами. И перед нами в полотне Сурикова предстает не только кульминационный момент жизни этой мученицы, причем боярню Морозову ее ведь очень по-разному, кстати говоря, трактуют. Часто видят в этой истории противостояние народа и власти, называют боярню Морозову вестником демократии. А с другой стороны, то есть говорят о том, что она такой вот угнетенный, воплощение угнетения, но найдутся и другие авторы, которые скажут, нет, послушайте, вот пустите таких вот властвовать, и они вас начнут угнетать. То есть по-разному ставят эти знаки и плюс, и минус. Но речь идет о том, что в боярне Морозовой воплотилась наша трагедия, трагедия нашей культуры, трагедия утраты нами собственных оснований. И фигура боярни Морозовой – это такая апокалиптическая фигура. Иными словами, культура, и в частности человек, может существовать, плодоносить и присутствовать только тогда, когда у него, у человека или у нее, у культуры есть крепкие основания. Как только эти основания исчезают, как только они ослабевают, рассеиваются, повреждаются или силы устраняются, так только культура погибает, а человек расчеловечивается. И ведь что делает боярня Морозова, как, собственно, и все старообрядцы? Да, сегодня есть много трактовок таких вот, не то чтобы либеральных, но то есть мы как бы не обращаем... Кстати говоря, от консервативно настроенных авторов можно услышать подобные трактовки, когда нам говорят, ну это всего лишь обряд, ну как же это обряд? Если это всего лишь обряд, ну послушайте, в нем живая вера себя воплощает. А где эта вера, это что? Это вот какой-то вот дух, ведь она себя воплощает, и ведь это же не праздные вот эти штучки, да, нам сегодня скажут, да какая разница, что три пальца и два поменять местами, ведь символика-то одна и та же симметричная, там вот два сложены, три трехперстей, или наоборот, два сложены, три, значит, согнута, и мы просто их поменяли местами. Но обряд это не просто обряд, в нем это живая пло... Это все равно, что сказать, это всего лишь тело, но в этом теле выражает себя моя жизнь, мой дух, моя жизнь, и все, у меня нет других инструментов, чтобы себя выразить, кроме как через вот это тело. Это не значит, что я превозношу тело, но это значит, что я без него не могу себя выразить, или как Павел Флорецкий так и скажет. Слушайте, но лепесток, это, конечно, не роза, но оборвите все лепестки, и роза не будет. Или то же самое книга, это, безусловно, не вот эти вот листочки, это не полиграфия, но оборвите, вырвите, и книги не будет. То есть есть символ, и символизируемое, они связаны с живой крепкой силой, и более того, любой символ, как мы понимаем, это целая ткань символов, то есть нет никакого одиночного символа, они все взаимосвязаны, перекликаются, и выдергивая одно, мы неминуемо начинаем колебать другие основания. Иными словами, что делает боярня Морозова, что делает вообще старообрячество? Морозова предпочитает смерть физическую и смерти метафизической. То есть можно отказаться от основания, остаться физически живым, но как бы духовно преодолеть вот эту внутреннюю свою архитектуру, ее разрушить физически, да, мы живы, но мы уже мертвы, мертвы наши основания. Либо мы можем быть до конца, придерживаться этой внутренней духовной архитектуры, но мы в данном случае жертвуем своей жизнью. Так вот, фигура боярни Морозова апокалиптична не в таком социальном узком смысле. Иногда старообрядцев, например, Флоровский трактует как такую вот, ну, чуть ли не секту, как такую социальную группу, которая по своему такому внутреннему телосу адресована к исходу из истории. Они замкнутые, маргинальные, и финал вот этой старообрядческой истории, он будто бы предрешен. Мне бы хотелось говорить скорее об апокалиптичности в таком культурном и антропологическом смысле, в том смысле, что всякая культура нуждается в своих основаниях. И в боярни Морозовой символизирован наш выбор, наш выбор в ее судьбе символизировано наше отношение к себе. А что за наше отношение к себе? Мы выбираем все-таки реформу, исторически мы выбираем реформу, то есть мы уклоняемся от собственной самобытности и свой уклад, мы объявляем ересью, мы говорим, что это ересь, и будем себя приводить в соответствие с чужими идеалами. И фактически суд над нами мы предлагаем вершить кому? Грекам и латинофилам. Вот именно устами греков и латинофилов говорит Московский большой собор 1666-1667 года, который и осуждает старообрядцев. Как говорит тот же Флоровский, отмечает, Вот характерно, на соборе 1667 года из 30 присутствующих епископов 14 было греков. Ну вообще-то 14 из 30, это серьезная такая пропорция, практически диспропорция. Именно латинофилам было доверено выражать официальную позицию церкви. Когда мы говорили про Никиту Пустосвята, ведь совершенно мы часто забываем, слава богу, мы помним, что у нас есть протопоп Аввакум, и вот великая и литературный, исторический, культурный памятник, я имею в виду его житие им самим написанное, но мы забываем о том, что до нас дошли и творения Никиты Пустосвятой, его челобитная, которая обращена к царю, как раз-таки в защиту старого обряда. И поскольку царю нужно было ответить на эту челобитную, то доверено было дать ответ именно кому? Паисию Легориду и Симеону Полоцкому. Как говорит Флоровский, это очевидные латиники. Если говорить на уровне примеров, кто, например, такой Паисий Легорид? Это грек, который имел очень пёструю биографию. Сначала он, конечно же, учился в Риме у иезуитов, там они преподавали. Потом он был миссионером римской конгрегации пропаганды веры, а затем благополучно постригся в православные монахи и страл митрополитом газа. Как говорит тот же Флоровский, цитата, «коростолюбие было его главной страстью». Если брать факты, то ему очень хотелось Паисию Легориду быть экзархом на Московском соборе, и он прислал якобы от константинопольского патриарха соответствующую бумагу, грамоту. Потом, конечно, открылось, что она поддельная, но на удивление решительно его положение при нашем дворе не изменилось, хотя это, конечно, безумный скандал. И сам, например, константинопольский патриарх Дионисий тогда говорил о Паисии Легориде, «О Легориде и лоза, не Константинопольского престола, и я его православным не нарицаю, что слышу от многих, что он попёжник и лукав человек». Вот так константинопольский патриарх пишет о Паисии Легориде, который, собственно, принимает активное участие в нашей исторической судьбе. Надо сказать, что когда Легорид был в Москве, он был под официальным запрещением служения константинопольским и юрусалитским патриархами как раз-таки за то, что он осуществлял такую апологию папизма в своих сочинениях. Аналогично такая спорная тоже фигура Симеон Полоцкий, но из его имени видно, что он уроженец Полоцкого города, а тогда Полоцк был частью Речи Посполитой. То есть тоже он имел образование католическое и иезуитское, и вообще, надо сказать, греческого языка он не знал. То есть мы сейчас обсуждаем исправление богослужения и практик, и книг по греческому образцу, но во главу угла поставлены те лица, которые греческого языка, например, не знают. Зато он очень хорошо разбирался в схоластике, и, собственно, сочинение против старообрядцев он написал на манер вот таких схоластических трактатов под названием «Жезл правления». Вообще, впоследствии, Симеон Полоцкий будет улечен в хлебопоклоннической ереси, то есть в католическом толковании присуществления даров, и в ряде других католических интерпретаций жизни церкви. Патриарх Якин называл его трактат «Венец веры» «Венцом сплетенным из западного терния», а его трактат «О бед душевный» «Исполненным душевных бед». Но, конечно, русская церковь переживает разные периоды, и вот эти влияния, с одной стороны, восточные, с другой стороны, западные, они будут постоянно колебаться, меняться, но участь старообрядцев это уже никак не изменит. Как говорил Николай Трубецкой, в расколе, говорит он, выражено стремление народной стихии к самобытности. Здоровый национальный инстинкт, протестующий против иноземного влияния. И народную стихию здесь, комментируя Николая Трубецкого, следует, конечно, понимать не в каком-то узкоклассовом смысле, ведь и Морозова это бояриня, а не какая-то там, допустим, простая крестьянка. То есть речь идет не о проблеме разрыва между верхом и низом, властью и народом, а речь идет о более фундаментальной вещи, речь идет не о разрыве, а о надрыве в самой русской душе, вот в этом болезненном стремлении судить себя чужим судом и приводить себя в соответствии с чужими идеалами, которые, вот это стремление будет абсолютизировано, конечно, при Петре Первом. Но вы видите, что почва уже для него подготовлена прежде, по крайней мере, на уровне управления Алексея Михайловича. Так родится русская философия. Русская философия родится из этого надрыва. То есть европейская философия возникает из вопросов, почему есть что-то, а не ничто. А русская философия возникает из вопроса, кто мы. То есть в этом вопросе сквозит вот эта боль, боль чего беспочвенности, и вот это стремление нащупать, обрести эту почву. И наши философы будут обличать в нас же самих наше собственное стремление к самоупразднению и самоуничижению. Ну, например, Данилевский будет называть это европейничим, а Достоевский будет говорить о дырном стыдишке русского быть русским. Помните, как он говорит, все, конечно, врут, все лгут. И испанцы, итальянцы, англичане и русские. Но вот у русских есть какой-то особенный способ врать, особенная мотивация. Ведь мы врем не потому, что мы хотим этот мир приукрасить, мы фантазеры, но есть еще более какая-то глубинная потребность врать, лгать. Мы боимся быть собой. Мы примем на себя любой образ, там, француза, англичанина, ну, что вот есть под рукой, лишь бы не быть самим собой. Мы не верим в свое достоинство быть самими собой. Так вот, жест боярни Морозовой – это не просто жест царю, это не просто жест народу, это не просто жест, вот такой вот апофеоз страдания, но это жест, обращенный к нам. Это окрик, такой символический окрик нас на самих себя. Мы кричим себе, мы призываем обратиться к себе. И этот, покуда мы не сжили этой беспочвенности, этот жест остается для нас современным. Но вместе с тем, говоря все-таки о картине боярни Морозова, а на экране вы видите другую картину взятия «Снежного городка», нельзя не сказать, что полотно боярни Морозова удивительно радостное, колористическое какое-то дышащее жизнью полотно. Ведь если мы уберем трагический сюжет и оставим вот эту колористику, то останется перед нами вот эта вот сплошная радость «Снежного городка». То есть вот что такое ворона на снегу, которая вдохновила Сурикова написать Байорне Морозову? Это же и есть радость контрастов. Черное-белое, вот эта ослепительная зима, вот эти черные контуры, вот эти яркие краски, вот эти вот россыпи каких-то украшений, вышивок, вот эти вот мотивы, как вот Суриков их любит использовать. Он любил вот эти тюменские ковры классические, Тюмень известна, этими коврами. Он их активно, видите, даже вот на этом полотне «Снежный городок» использует. То есть ослепительная русская зима, и вот эти вот, да, пусть, скажем, мы вычурные, да, немножко вот чересчур, но зато какие радостные, зато какие буйные краски. Если обратиться к вот этому полотну «Взятие снежного городка», то в основе сюжета этой картины лежит народная игровая традиция, которая была Сурикову известна с детства. На прощенное воскресенье собирались умельцы. Умельцы строили вот эти вот городки, причем, как рассказывает Суриков, умели делать это прямо-таки искусно и восхитительно. И народ разбивался на две части, и одни охраняли этот городок, а другие вот на конях пытались одолеть. И по воспоминаниям Сурикова среди народа бытовало мнение, что эту традицию установили в память о покорении Сибири. Суриков вспоминает, «По обе стороны народ стоит, а посередине снежная стена. Лошадей от нее отпугивают криками, и хворостинами бьют, чей конь первый сквозь снег прорвется. А потом приходят люди. Что городок делали? Денег просить. Художники ведь. Там они и пушки ледяные, и зубцы все сделают». Ну вот в этой картине, мне кажется, стоит видеть не только и не столько этнографию, не столько воспоминания о былых прекрасных каких-то обычаях народных, но в этой картине следует видеть метафизику, метафизику здоровья. Народ и культура только тогда живы и плодоносящи, когда есть вот эти сборища, есть игры, есть вот эти пространства, в которых мы встречаемся бескорыстно, ни для чего бы то ни было, ни чтобы получить какой-то результат, а просто для чистого вот этого соприкосновения душ, тел, общения, встретиться просто с человеком глазами, поиграть, поиграть. Вот это соборное общее действо, оно и свидетельствует о том, что наша культура полнокровная, живая, молодая, а значит, у нее есть будущее. И парадоксальным образом вот в цветоритме драматической картины Боярни Морозова вот эта молодость и живость, она удивительно присутствует. Холсты Сурикова, конечно, впитали в себя дух казачьей песни. Вот эта мощь, вот эта заунывность, вот эта трагичность мы, кажется, даже слышим, хотя смотрим на краски и на образы. Этим духом исполнены полотна Сурикова Степан Разин, Красноярский бунт и, конечно, покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. О полотне Степан Разин, завершенном, как вы видите, в 1906 году, что говорил Суриков, в самую революцию попало. Ну вот так попало, как он выразится. Здесь вообще Суриков, он очень дотошный художник, он собирает материалы. Когда вот он писал Боярню Морозову, я пыталась вычислить, где он поселился, но он поселился где-то на отшибе Москвы, я так понимаю, где-то в районе современных Мытищ. То есть он поселился на дороге, куда уходит богомолье, понимаете? И вот там вот Бог знает где, со своей семьёй. Зачем он там поселился? А чтобы эти лица смотреть, что на богомолье уходит, понимаете? И то же самое с казаками. Вот он живёт в станицах, он путешествует, он делает зарисовки местности, он с ними общается, вплоть до того, что для главного героя Степана Разина был сшит костюм полноценный, сапоги, шапка, чекмень, кафтан. И Суриков не применул, значит, нарядиться, облачиться в Степана Разина. И вот до нас дошёл вот этот вот образ, фотография художника в образе Степана Разина. Суриков воспевает удаль, удаль, связанную с вот этой максимой, с доминантой, определяющей русскую культуру. Жажда чего? Жаждой справедливости. Удаль, но жажда справедливости. И, конечно, мы это видим и в полотне Степан Разин, но особым полотном здесь является покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, где эта доминанта, вот эта идея справедливости возведена к трансцендентным, божественным основаниям. Здесь Ермак со своим войском не просто покоряет, но он сам покорён. Суриков, как вы видите, он запечатлел апофеоз русской истории. Тот её момент, когда происходит решающая битва между Ермаком и ханом Кучумом на Чувашском мысу. В результате этой битвы в XVI веке Московия стала Российской империей. Мы стали широкими, и наше пространство начали соответствовать нашей душе. Так вот, в Ермаке воплотился вот этот дух собирателя, дух того, кто разрозненное множество скрепляет в мощное единство. И собор, работая над этой картиной, также Суриков посещал Тобольск и лицезрел вот эти поистине свинцовые воды вот этого холодного Иртыша, которые омывают вот этот исторический чувашский мыс. Но обратите внимание, ведь называется полотно покорения Сибири Ермаком Тимофеевичем. А где он, этот Ермак? Мы его плохо здесь развлечаем, потому что Сурикову важна не какая-то личная исключительность, ему важна народная стихия, вот этот вот народный, общий, соборный энтузиазм. Как он сам объясняет суть этой картины, она сама мне так представилась. Две стихии встречаются, две стихии встречаются, но вы видите, что это событие дано не просто как битва, но как провидение, как осуществление Божьего промысла. И саму вот эту стихию народную ведет не столько Ермак, сколько Спас. Над войском развивается Харугви с вот этим ликом Спасом. Сам Бог ведет. покорение, но при этом мы сами покорены вот этой Божьей воле. И вот эту идею стремления к иномирью и покорения Божьей воле уловил Велимир Хлебников. Он написал в 1908 году стихотворение Суриков, где и высказал поэтически вот эту идею о том, что не оружие, не захватничество, но не злобивый, как он выражается, тихий спас, наша движущая сила. Как пишет Велимир Хлебников, мы воины, воинный край уверовав, ну, в иной край уверовав, суровой ратью по лону вот текли, шеломы наши не сверкали серые, кольчуги тускло отражались в них, пищали, вспыхнули огнем, мы знали, верой и огнем рати серые с огнем, моряной тихой веяло, и краше хитрых крас, над нами реял наш незлобивый тихий спас. Сегодня вот о той же подпочвенной сути русской истории философ Федор Гиринок скажет так, почему Россия такая большая, цитирую, потому что русские шли к Богу, а пришли к Тихому океану. У нас отечество вышло за пределы Родины и не вернулось. Так и составилась Российская империя, как отечество, потерявшая связь со своей Родиной. Мы не колонизаторы, мы доброхоты. Мы не колонизаторы, мы доброхоты, мы ведомы не идеей вот этой наживы или власти, или захватничества, прибыли, а чем мы ведомы зовом Бога. Полотно Сурикова, переход Суворова через Альпы, он построен вокруг вот этой известной фразы «Мы русские с нами, Бог», которую по преданию сказал Суворов войску в решающий момент. И здесь Суриков собственно и пишет этот решающий драматичный момент нашей истории, в котором переплелось все невероятный подвиг, небывалая отвага, храбрость, но при этом гибель, конечно, какая гибель, да еще и предательство союзников, но при этом вот такая вера опять же в справедливость и в свое дело. И, конечно, ключевым образом этого полотна является сам полководец Суворов. Конечно, это полотно, как и все полотна Сурикова, они масштабные, их, конечно, можно поистине оценить только когда мы смотрим их в реальной жизни, в галерейном пространстве, но мы видите, что такая смысловая диагональ вот этого полотна, она задана кем? Вот, собственно, полководцем и а вы посмотрите, вы видите, практически все они улыбаются и Суворов улыбается и улыбка то у него такая немножко рассеянная, а что такое рассеянная улыбка? Тот, кто смотрит из другой перспективы, когда мы смотрим предметно, ну вот мы хватаем ощупываем этот мир а иногда мы смотрим периферийно то есть мы исходим из других каких-то оснований и наше зрение становится как бы рассеянным это не значит что мы расслаблены это значит что мы сосредоточены на другом мы на другом сосредоточены и вы видите здесь солдаты да, они боятся кто-то крестится но на многих лицах мы видим вот этот смертный ужас побежденный вот этим собственным мужеством вот этим знанием своего дела и многие солдаты они просто таки улыбаются и вот эта смысловая диагональ она собственно и проходит от вот этого полководца суворова к этому улыбающемуся солдату да, который так и называется в эскизах смеющихся солдат а когда мы смеемся мы смеемся тогда когда мы не согласны с порядком вещей но одно дело когда мы имеем ту перспективу из которой мы можем бросить этот смех из которой мы можем быть как бы над ситуацией то есть когда смеется актер он просто смеется исходя из отчаяния и у него нет этой перспективы а когда смеется святой он смеется исходя из трансцендентной перспективы за ним бог и он может опереться ну в традиции православной такие есть обороты да ругаться миру смеяться миру имея ввиду вот те самые высшие основания из которых ты отныне исходишь и я не знаю какой у вас какие у вас ассоциации возникают но мне кажется что полководец суворов и вот это его неотмирность она перекликается с юродивым это фрагмент опять же из того же полотна боярыня морозова и посмотрите удивительно на более позднем это вот смеющийся солдат и на более позднем полотне где суриков представил портрет суворова такой персональный портрет вы 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 видите видите такие неотмирные какие-то очи и здесь суворов похож на героя лескова вот такого божьего человека вот смиренного и опирающегося и полностью полагающегося на волю бога наконец женские образы процитируем сурикова женские лица русские я очень любил не попорченные ничем не тронутые среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица говорит суриков и одаривает нас вот такими красавицами девушками полными сил здоровья какого-то такого обещающего материнства радости благополучия возможно они списаны с тех самых как скажет Нестеров молодок которые посещали навещали жили у Сурикова после кончины жены и поражали всех собственно разносолами которыми они угощали хозяина и гостей и конечно же формами пышными и такими цветущими которые и нас тоже с вами поражают но вот есть другой образ образ матери художника здесь Суриков не просто выражает вот такое нежную любовь сына к матери но этот портрет исполнен знанием вообще характера русской женщины а какой у русской женщины характер терпеливый строгий жертвенный смиренный но считается что Суриков в живописи дал вот такой новый образ женственности вот такой образ такой томной нездешной печали это фрагмент полотна Меншиков в Березове и это дочь Меншикова по драматургии а позировала на роль этой дочери жена Сурикова и вот кажется некоторым вот в частности Бенуа что в русском искусстве вот появился вот этот вот неземной идеал возможно у вас какие-то ассоциации где-то с Врубелем возникнут может быть но главным образом женским Сурикова является героиня картины посещения царевной женского монастыря в основе сюжета лежит древняя русская традиция отдавать царевин куда в монастырь почему потому что достойных дочерям царя женихов среди своих нет а за чужеземцы иноверца отдавать своих дочерей дело негоже поэтому единственный путь какой монастырь этой традиции положит конец Петр Первый ну что значит традиция что значит следовать традиции традиция это смысловое пространство тебе уготованное в котором ты себя можешь осуществить то есть это те смыслы посредством которых ты можешь себя исполнить и ведь что составляет суть этого полотна о чем эта картина о том что перед нами невеста но ее женихом является сам Христос и о том что эта царевна эта невеста готова принять свою судьбу но не как рог а как уготованный ею смысл сюжетно вы видите что царевна сейчас посещает вот этот монастырь она в него пришла и завтра или в самое ближайшее время он ей станет родным домом но на уровне смыслов мы видим вот здесь сквозит вот это чувство вот эта идея тихой радости уместности уместности конечно мир суетится конечно там вот какие-то подслужницы они там что-то и сплетничают и смотрят и догадываются и перебрасываются какими-то фразами но миру и положено суетиться а царевна она проста она я бы даже сказала величава ее движения плавные взгляд ровный спокойный и она исполнена такого внутреннего лада вот мы говорим внутреннего лада ведь современный человек он выбит из традиции то есть сделано все чтобы этой традиции не было обычно мы избавляемся от традиций под лозунгом какой-то свободы нам кажется что традиция это то что сковывает но традиция это то что напротив предоставляет вот это пространство где я себя могу осуществить она здесь уместна это ну если брать вот именно такой женский вопрос но это не обязательно именно касающийся там замужества вопрос речь идет вообще о символическом пространстве одно дело ты понимаешь где ты ты понимаешь кто ты и ты себя ведешь в соответствии с этим пониманием и у тебя соответствующие пространства они тебя окружают они тебе предоставляют возможность себя осуществить а другое дело ты никто ты нигде ты как современный человек пребываешь в недоумении относительно того кто ты что ты зачем ты и мы утратили вот этот лад мы дисгармоничны не в психологическом смысле а в таком фундаментальном культурно-антропологическом Суриков живописует и передает нам благоговейный вот этот дух благоговейного ожидания новой жизни и кстати говоря прототипом вот этой царевны вернее в качестве модели сам Суриков брал девушку которая собиралась уйти в монастырь не насильно а собственно исполнить свою судьбу некоторые решают своей жизнью распорядиться именно так и здесь мне хочется привести слова нашего философа Лосева который видит в монахине воплощение и кристаллизацию удивительно самой женственности самого пола самого даже супружества и плоти как он говорит кто не бывал в женских монастырях и не лицезрел подвижниц тот как он пишет вернее только тот кто был и тот кто лицезрел цитата способен узнать милое родное вечное в этом исхудалом и тонком теле в этих сухих и несмелых косточках близкое светлое чистое родное родное простое глубокое ясное вселенское умное подвижническое благоуханное наивное материнское в этой впалой груди в этих усталых глазах в слабом и хрупком теле в черном и длинном одеянии конец цитаты и как он дальше продолжает только монах может понять продолжает цитировать что истинное монашество есть супружество а истинный брак есть монашество только ты сестра и невеста дева и мать только ты подвижница и монахиня узнала суету мира и мудрость отречения от женских немощей только ты худая и бледная узнала тайну плоти и подлинную историю плотского человека только ты больная и родная вечная и светлая усталая и умиленная узнала постом и молитвой что есть любовь что есть отвержение себя и церковь как тело конец цитаты вот суриков живописует апофеоз этой женственности этого супружества и пола царевна вы видите она прозрачна она бледна хотя тело у нее пышное молодое видно что девушка крепкая наверное тоже сибирячка но духовно она уже обращена вовнутрь себя и пребывает вот в этой тихой радости и в ожидании новой жизни и той сути которая в ней уже готова раскрыться спасибо большое субтитры